Три актуальных городских проблемы и всего 48 часов на их решение. Город в кармане – это марафон хакатонов в сфере информационных технологий, который стартовал в нашей стране всего месяц назад. В нашем городе в нем приняли участие пять команд. Это студенты Саровского физико-технического института, это несколько команд, которые представляют Российский федеральный ядерный центр, вольные художники, предприниматели города. Есть команда, собранная сборная из сотрудников НИЭФ и телефонной компании «Сарова». Хакатон проходит в рамках федеральной программы «100 городских лидеров» и охватывает пять городов – Саров, Железногорск, Якутск, Йошкар-Алла и Тюмень. Это первый в России марафон хакатонов по разработке приложений и сервисов, главная цель которого – помочь сделать жизнь в городе лучше. Главной мотивацией является то, что вы становитесь разработчиком своего города. В первую очередь вы являетесь тем человеком, который способен сейчас поменять что-то в своем городе, именно здесь и сейчас, за ближайшие 48 часов. Командам были выданы три заранее подготовленных кейса, по которым им предстоит работать. Первый – оценка объемов мусора. Второй – посвятили организации дорожного движения в городе и назвали «Умный светофор». Третий – связан с оптимизацией графика пассажирских перевозок в городе. Мы говорим участникам, что давайте попытаемся равномерно загрузить автобусы, которые у нас сегодня находятся на маршрутах, и в то же время минимизировать время ожидания этих автобусов для пассажиров, с учетом, естественно, действующих ограничений. Это количество автобусного парка, графика его работы, транспортного предприятия. То есть вот мы предлагаем участникам подумать на эту тему, пофантазировать, как собирать данные, как их анализировать, какие решения на основе этого анализа принимать. Все свои разработки участники представят на суд экспертам. Они оценят степень проработки вопроса, эффективность предложенных способов и стоимость их реализации. По итогам Хакатона будут выбраны три команды победителя, которые разделят между собой призовой фонд размером 100 тысяч рублей. Мария Ирунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.